Сегодня мы с вами протестируем очень уникальную тональную основу и уникальность ее заключается в том, что у нее невероятно плотное покрытие и когда я говорю плотное покрытие, я имею ввиду плотное покрытие, по крайней мере так утверждает производитель, что это тональная основа с наибольшим покрытием, вообще доступным только на рынке Итак, вы готовы узнать, что это за тональная основа? Это тональная основа от марки Dermacol, насколько я вообще могу судить, эта марка далеко не новая в принципе, то есть я об этой тональной основе на русском YouTube слышала еще где-то лет 5 наверное назад То есть у нас она прогремела еще тогда, на американском YouTube она сейчас просто взорвала интернет, давайте я вам сейчас почитаю, что же нам обещает производитель Клинически тестированный тональный крем Dermacol с повышенными маскирующими свойствами возник как один из первых маскирующих тональных кремов в Европе и мире Лицензия на его производство была продана в Голливуд Уникальный кремовый состав с содержанием 50% пигментов, это действительно очень много, это очень много Даже в маленьком количестве скрывают цветовые недостатки кожи, выравнивают цвет лица и придает ей совершенный вид Скрывают прыщики, пигментные пятна и татуировки Кстати, да, эта тональная основа перекрывает абсолютно все, даже татуировки Его можно использовать также на все лицо и тело, чтобы скорректировать их цвет или чтобы сделать кожу более светлой или загоревшей Этот тональный крем часто используется для профессиональных фотосессий, киносъемок, в модельном бизнесе или для торжественных мероприятий Он водостойкий, гипоаллергенный, для всех типов кожи, SPF 30 и без консервантов Не знаю, как вам, но мне кажется, что это очень громкие утверждения И мне вообще кажется, что это какое-то чудо в бутылочке Но на самом деле давайте тестировать, потому что далеко не факт, что все так замечательно, как описывает этот производитель Я свою вот эту тональную основу заказывала в Америке, но она также широко представлена и в России, и в Украине Но я решила заказать напрямую с Америки, чтобы уж точно оригинал это был Чтобы не нарваться потом на такой же фейл, как был с эпилаж Вы, кстати, смотрели это видео? Если нет, посмотрите, я вам ссылку оставлю Так, начиная открывать тональную основу Оттенок я взяла 210 У них достаточно широкая линейка оттенков, но свочи как-то очень мало Поэтому я взяла, ну посмотрим, подойдет мне или нет Здесь обычная коробочка и упаковка нестандартная Это такой вот железный тюбик, как раньше были кремы для рук или там какие-то другие кремы И тут, кстати, как вам нравится эта инструкция вообще В качестве нанесения здесь написано Нанесите тональный крем легкими похлопывающими движениями пальцев или при помощи спонжа для нанесения макияжа Начните нанесение с области лба, продолжайте по направлению к линии роста волос Потом вниз, вдоль щек и к линии подбородка Наконец, нанесите крем на нос, щеки и подбородок Тщательно разотрите средства по краям, чтобы не были заметны границы нанесения крема Не забудьте нанести тональный крем на шею Давайте мы с вами протестируем два способа нанесения На эту часть лица я, наверное, буду наносить спонжем, как тут говорится в инструкции А на эту часть лица я буду наносить этот крем с помощью овальной синтетической кисти Мне почему-то кажется, что этот инструмент намного лучше сработает Потому что с плотными тональными основами, которые нужно прям растягивать по лицу Обычно такие кисти работают лучше Как ни странно, но вот в таком малюсеньком тюбике 30 грамм Но это чистый пигмент, которого вам не нужно настолько же много, насколько и обычные тональные основы Здесь, кстати, все запечатано, то есть нужно прям пробивать Эть! Что я и сделала Кстати, оттенок, по-моему, я себе взяла, как обычно, неподходящий Но в интернете очень трудно подобрать Вот, я нанесла совсем немножко на палитру И можете посмотреть, насколько он плотный То есть он абсолютно не движется И вот я вот так вот начинаю его растягивать И видно прям, что пигмент не растягивается совсем в ничто То есть вот даже на палетке видно, насколько плотно он перекрывает Кстати, оттенок, может, даже и подойдет В очередной раз попрошу вас, если вдруг оттенок мне не подойдет, не комментируйте это Мы с вами тестируем именно тональную основу, ее свойства Если вдруг я не угадала с оттенком, ну, как бы, sorry На лице у меня сейчас вообще нет никакой косметики, помимо глаз и бровей Я думаю, это, в принципе, очевидно И давайте приступать Я буду брать понемножку на спонж И начинать с лба, как они говорят С центра лба И потом растягиваем ближе к зоне роста волос Растушевывается спонжем, в принципе, достаточно неплохо Зачерпну немножко на пальчик добротно И поставлю пару пятен После чего снова начну растушевывать Похлопывающими движениями, как они и говорили Да, здесь, кстати, я вижу намного более плотное покрытие То есть, скорее всего, на лоб я взяла слишком мало Поэтому у меня не настолько плотное покрытие получилось Прям вообще новая кожа Вот посмотрите, как кожа выглядит с этой стороны И как она сейчас выглядит с этой стороны Мне кажется, здесь вообще просто как будто Какую-то новую кожу я нанесла на лицо Давайте на вторую сторону наносить Блин, ребят, я не знаю, как это сейчас выглядит у вас в видео Но вживую у меня такое впечатление Что я действительно новую кожу себе нанесла на лицо То есть, абсолютно плотное покрытие Вот действительно очень плотное покрытие Я не вижу вообще никаких своих недостатков Которые обычно перекрыть довольно сложно Особенно с этой стороны у меня есть на щеке Три пигментных пятна И сейчас мне кажется, что их вообще не видно Давайте я сейчас полностью закончу уже макияж свой И вернусь к вам для подведения итогов Я полностью закончила нанесение косметики на лицо И давайте теперь подводить итоги Однозначно могу сказать, что это единственная тональная основа С которой я имела дело Которая действительно настолько плотная И настолько перекрывающая Но плотная не в плохом смысле этого слова А она мне напоминает действительно Как будто я, вот, я не знаю, новую кожу нанесла себе на лицо По-другому и не скажешь Для видео я уверена, что очень классно будет смотреться Вживую, когда я на себя смотрю Я вижу тональную основу То есть это не супер прям такой вот натуральный эффект на лице Когда на вас посмотрят и подумают Нет, наверное, у нее вот действительно такая кожа Это не тональная основа То есть явно видно, что у вас на лице нанесена тональная основа Но если вы ищете тональную основу Для вот действительно торжественного события Для фотосессии, для съемки Это просто обалденный вариант Мне кажется, что такая тональная основа Однозначно должна быть в коллекции профессионалов Кто имеет дело с макияжем для фотосессий Для съемки Кто имеет дело с профессиональным макияжем для телевидения И так далее и тому подобное Чтобы это не оставалось первым впечатлением Я для вас оставлю список плюсов и минусов Этой тональной основы Я немножко больше ее протестирую Посмотрю, как она в носке Посмотрю, как она ведет себя с другими продуктами И обязательно более расширенное такое вот описание вам оставлю А на этом пока я буду видео заканчивать Очень надеюсь, что оно вам понравилось Конечно же, ставьте палец вверх, если так и было Подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые А если вы уже подписаны Нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться Тогда YouTube будет вас всегда оповещать о выходе моих новых видео И вы их не пропустите Поэтому обязательно это сделайте И мы с вами увидимся в следующих моих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok